Девушки отдыхают 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 Здравствуйте Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да. Но, несмотря на то, что вы пережили, вы все равно пришли к очень хорошему результату, скажем так, да. Вы остались успешны во всем, и в человеческих качествах, да, и в бизнесе. Как максималист, насколько я понимаю, да, вы решили, что все у вас должно быть наивысшую гоготунку, да. И, конечно, вы добиваетесь сами, поэтому вы отправились в столицу нашей прошлой родины, скажем так, да. Но не в Киев, а в столицу России, Москву. Почему? На тот момент я искал себя, искал реализации внутреннего желания, которое бурлило во мне, но не находило места в том городе, в котором я жил. И, соответственно, было предложение, и я уехал в Москву. Покоритель вершин просто. Видишь, где максимализм все-таки приветствуется? Таки, да. Лапочка. Для меня это был новый город, для меня это были новые масштабы, что повлияло впоследствии на новые впечатления, новое мышление. А почему же вернулись тогда на родину? Было так, что начали мы с абсолютных низов, дошли до определенного уровня стабильного дохода, уже в собственном бизнесе, а не по найму. И получилось так, что в связи с кризисом, да, просто все обрушилось, не имея там ни родственников, никого, кто мог бы помочь, мне пришлось возвращаться домой на родину. Кризис – это сейчас самое модное слово в биографии всех. Да, к сожалению. Начали здесь себя каким-то образом реализовывать? Скажем так, реализовывать в бизнесе – нет. Да, нет, да. То есть занимался поисками, для меня была обратная трансформация с большого города в маленький, достаточно проблематичная, думаю, как и у всех. Попробуй, запихай себя обратно. А я не вернулась. Молодца. На тот момент я встретил девушку, достаточно, впоследствии с серьезными отношениями, и я увидел в ней того человека, который был мне интересен, которая, ну, заворожила меня собственным юмором, улыбкой. То есть она была харизматична, да? Очень, да. Она занималась танцами, она уже была не из того круга, который я раньше, да. То есть она покорила ваше сердце, ваш ум, ваши мозги. Вы предложили в какой-то момент даже ей жить вместе, да? Да, совершенно верно. И оказалось, что совместность жизни не такая уж и сладкая. Значит, у вас было две работы, а ваша броница была вынуждена работать на дому. И вы таким образом где-то были лишены собственного пространства, да? Совершенно верно. То есть когда уходишь утром на работу, имея этот небольшой промежуток времени на собственную жизнь до утра, уходишь на работу, работаешь, возвращаешься домой, там встречаешь посторонних абсолютно тебе людей. Она шила одежду, да? Да, она шила одежду, она выдумывала дизайн, она исполняла этот дизайн. И в основном это были женщины. То есть получается уходишь на работу и приходишь и возвращаешься на работу, да? Да, совершенно верно. Причем на собственной территории работы, да? Совершенно верно, да. Была только лишь одна часть квартиры, это кухня, где можно было отдохнуть, да? Ну, это было проблематично и трудно. Хочется человеку покоя, то есть домашний уют, тишина и спокойствие. То есть это как бы были первые испытания, которые я готов был пройти. А почему же расстались? Послужило расставанием то, что в один непрекрасный день, к сожалению, погиб ее отец. И она попросила меня переехать на квартиру матери, поддержать ее морально. Это не было бы ошибкой, если бы мы короткий промежуток прожив там, на поддержку действительно, и уехали дальше восстанавливать свои семейные отношения. Но получилось так, не имея опыта, да, этой жизни семейной, мы затянули с переездом. И успел я нарастить некачественные отношения с тещей. Вы не могли поговорить про это, спокойно вырешивать эту проблему как-то разом? Вы были в чем-то невнимательны или теща начала командовать сразу, как хозяйка дома? Команды не было, было своеобразный характер у человека, который понимал не каждый, мягко выражаясь. А дочь, ваша супруга понимала? Да, когда мы ослабились и обсуждали поведение ее матери, то всегда занимала сторону матери. Это было для меня очень трудно, потому что я был как бы в своем мире, но при этом чужой. Сильный человек для тебя. Да? Такого сильнее со мной справиться. Вы сторонник патриархального уклада семьи, да? Совершенно верно. А ваша девушка считала, что все должно быть демократично, все должно быть свободно. И она была до такой степени демократичной и свободной, что даже позволяла себе некоторые выпады и оскорбления в вашу сторону на публике. Такое было? Да, это было, то есть обсуждение, допустим, моих форм тела, да, это было на публике. Что мне не нравилось, если что-то не нравится, я считаю, что это нужно уединиться, если вы семья. Мне кажется, что это не самая интересная тема, да, для кого-то и для чего-то. Да, да, совершенно верно. Дмитрий, а вот что для вас патриархат? Это какая-то крайняя точка проявления? Или вы так просто громким словцом называете возможность в какие-то моменты оставлять решение за собой? Патриархат в моем понимании, это отношение, где выносится на обсуждение какой-либо ситуации оба мнения. И эти мнения аргументированно обсуждаются. Он показывает, что мужчина должен, ну, рулить. Ну, так правильно. Что, собственно, многие женщины хотят. Я хочу услышать, что там поняли звезды о нашем герое. Дима по знаку зодиака рак, и рак в квадрате, и скажу, что эмоционально сдержанный человек, и очень осторожный. Ну, для рака он такой... Слишком активный, по-моему, если так. Димочка, я признаюсь, что в душе вы закоренелый холостяк, но дай бог это осталось в прошлом. Да. И самое главное, это будет всегда в вашей жизни, дело в том, что именно в жизни проигрывается партия шахматного короля. Вот вы для меня это фигура шахматного короля, который всегда должен играть свою партию, чтобы с ним не происходило. И всегда должен помнить о том, что он очень уязвим, вы понимаете, да, несмотря на то, что он является главной фигурой. А вот относительно того, что же все-таки призывает вас в семью, вот захотелось как бы вспомнить слова из песни, пара-пара, какие могут быть игрушки, да, только детские. Это правда отношения с женщиной на равных. Ни в коем случае не ищите себе свиту, которая будет удобна. И второй момент, это женщина, в которой вы почувствуете зрелую мать. Мать, которая может дать достойное воспитание вашим детям. Для вас это тоже очень важно. Если найдете сегодня в нашей студии такую женщину, будете очень счастливы. Удачи. Мы все надеемся, что найдете все-таки именно в нашей студии. А для того, чтобы эти надежды сбылись, пришло время знакомиться с невестами, первую из которых зовут Анна. Анна, 33 роки. С детства Анна мряла зустріти справжнего лицаря. Але ані французский романтик, ані турецкий красень не сумели підкорити вирадливую наречену. За фахом Анна программист, але своє справжнє покликання знайшла у дизайне одягу та постановках сучасної хореографії. Пристрастю свого життя вважає фаер-шоу, та неодмінно планує записатися на акторские курсы. Вільний час Анна присвячує вивченню новых стилів танцю. У пошуках справжнего принца Анна завітала до нашей студии. Вона сподівається, що Дмитро – той чоловік, який розділить її пристрасть до пригод. Для удонченной і мечтательной Анны любовь – це експрессія красок. Дмитрий напротив – раціонален і прагматичен. Якщо вірити утвержденням, що противоположності притягиваються, може бать, зараз на наших глазах произойдет практично семейне притяження. Як знати? Ідите і знайоміться. Дякую. 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 Дякую тебе. Дякую. 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 Анна, здравствуйте. Дякую. Представьте, пожалуйста, своїх сватов. Це Юрий, це Ірина. Дякую. 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 Скажите, дорогой жених, ваше первое впечатление от нашої інвесты? Об'язкова. Дякую. Достаточно стильна и с интересным взглядом. Спасибо. Достаточно интересная, стильная девушка. А що ви можете сказати о своєм первом впечатлении от нашого жениха? Тоже саме. Достаточно интересный и стильна, да? Анечка, получив диплом программиста, вы в какой-то момент поняли, что компьютерный мир для вас стал уже не так и интересен, да? Да, согласен. И просто, что называется, бросились с головой в творчество. Если я сейчас чего-то не назову, помогите мне, да? Да, конечно. Значит, вы увлеклись рисованием, дизайном, танцами, то есть и современной хореографией, да? Да. Огненные шоу тоже оказались вам по плечу. Да. Успели принять участие в телевизионном проекте, да? Да, Влад. Скажите, пожалуйста, какую сферу творчества все-таки планируете освоить в дальнейшем? Ну, меня сейчас увлекает фаер-шоу, потому что для меня это новое... Вообще, я люблю адреналин. Для меня что-то вот новое, что-то какие-то приключения, поэтому я в этой сфере сейчас себя пробую. А-а-а, экстрем люблю. Анечка, во время студенчества, я знаю, что вы познакомились со студентом из Франции, да? И в какой-то момент вы даже услышали от него «ЖТ», да? «Я люблю тебя». Расскажите, как начинался этот роман? Да, думаю, мы просто... Мы были студентами, как, в принципе, как студенческая, я думаю, что это было как любовь. Хотя этот роман был не очень долго, потому что многие с его стороны считали, что я просто хочу уехать во Францию, и все. То есть вы хотите сказать, что злые языки поставили точку в вашем романе? Ну, думаю, да, они просто повлияли на его мнение. Наверное, не были просто сильные чувства с его стороны, потому что если человек любит, неважно, то есть куда ты с ним едешь. На самом деле, она умная девушка. Ну, кто же спорит. Но, несмотря на горький опыт, к иностранным красавцам ваш пыл не остыл, да? Ну, я думаю, так просто получилось. И вы вновь знакомитесь с загадочным представителем Востока. Где вы познакомились с ним? Что это за история? На самом деле, по интернету, на сайте мы познакомились. Представитель какой восточной страны? Турции. Турции, да. Ну, конечно же, браво турецкий парень сразу приехал к Раксалане, да? Нет, он хотел, чтобы я к нему сразу уехал. Я говорю, нет, только сюда, и будешь знакомиться с моими родителями. Ну, да. То есть он приехал к вам, пожил немножечко у вас, да? И вы поехали к нему? Да, через время. И наступило разочарование? Думаю, да, потому что, в принципе, я была готова к семье, к созданию семьи. Я думаю, что он не был готов к этому. У нас транс вообще менталитет другой. Попробуй подстройся. Да, мотки надо поворачивать полностью. Мне вот волнует ваше пристрастие к экстриму. Вот вы говорите, фаер-шоу. Это что, вы, значит, глотаете эту жидкость, потом извергаете огонь? Нет, я не глотаю. Есть определенные инструменты, которыми я владею. То есть это вера, став. Но это же риск. Да, это риск. А как вы считаете, вот такой экстрим и с семьей, это сочетается? Так-то вы одна свободная, как ветер. А вот детки, да, муж и вдруг... Я думаю, что это можно все равно оговаривать в семье. То есть всегда у меня как бы есть такое правило, нужно договариваться. Сесть можно, как говорится, за круглым столом и просто договориться. Если этот договор будет не в вашу пользу, тогда это просто может быть другое. Вообще, я как бы, я тренер по танцам, поэтому у меня, в принципе, я просто переросла, я хотела попробовать себя в этом. Потому что это как бы танцевальное огненное шоу. У меня такое впечатление, что она намагается догадывать. Ага, не подходит парашют, то я умею танцевать. Не подходит те, то я умею те, да. Есть у вас вопросы к нашей невесте? Как вы видите семейную жизнь через пять лет с Дмитрием? Ну, я хочу, чтобы у меня была семья, хотя бы двое детей еще было. То есть я, в принципе, сейчас действительно хочу, чтобы у меня была семья. И как бы последний мой роман, если так это можно назвать, что мне вот этого уже не хватало. А он беспокоится о своем друге, он хочет, чтобы уже он наконец-то женился. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, есть вопросы к нашей невесте? Я думаю, что я получил ответ на этот вопрос, возникший у романа. Ясно. Анна? Да, что для тебя важно в женщине? Ну, в твоей любимой женщине? То, что ты ценишь? Ум, разносторонность, то есть начитанная должна быть личность. Женственность, стиль, современный стиль. И желание, очень большое желание создать домашний уют, в который бы очень хотелось бы возвращаться. Это про меня, это про меня, я вот так сухала уважно и отмечала себе, все е. Это все про меня, все, Дмитрий, выбери меня. Сюрприз приготовили? Конечно. Да, что это за сюрприз? Это небольшой дар природы, скажем так. Бросила так красиво левой бровью и показала, как она кокетка, небольшой дар природы. Я даже не понимаю, о чем она. Пойдемте посмотрим. Посмотрим. Что же там за подарок такой? Мой подарок для тебя, это вот такой чай. Это чай, я вообще занимаюсь травами, я сама собираю их. И этот чай, как бы, я сама, можно сказать, приготовила. Замечательно. Это тебе. Спасибо. Достаточно интересный подарок. Подготовилась, да, молодец. Вы очень светлый человечек, у вас роскошный взгляд, абсолютно светлый, добрый. И мне очень хочется, чтобы вы встретили действительно настоящую любовь того человека, который вот эту чистоту, этот свет оценил. Пока идите в свою комнату. Спасибо вам. А мы встретимся в конце этой программы. Спасибо большое. Хоть она и говорит, что она хочет семьи, но, по-моему, она еще не готова. Она активнее, нужно более активно начать. Кстати, я очень Лилия люблю. Да. Поэтому это моя любимая свадьба. Уважаемый Сват, что вы можете сказать о нашей первой невесте по сообщению с ней? Девушка интересная, симпатичная, очень добрый взгляд у нее, очень красивые глаза. Но, зная характер Дмитрия, зная желания Дмитрия, я думаю, что все-таки его избранница, его невеста должна больше думать о семейных все-таки отношениях. Он со своей колокольниц судит. Дим, что вы можете сказать о нашей невесте по сообщению с ней? Остаюсь при том же мнении, что внешне достаточно красивая девушка. Единственное, что мне показалось, некая неуверенность в своих желаниях. То есть создать действительно уже за якорицей, если так можно выразиться, и создать семью из двух детей. Ладно. Сембудараст. Ну да, что звезды говорят о нашей героине? Аня по знаку зодиака телец, и родилась Аня в год петуха. И, конечно, здесь есть знаковая совместимость. Телец и рак это всегда два семейных знака, которые находят общее под одной крышей. И тем не менее, в Ане вам может не хватить гибкости, определенной женской гибкости и изысканности. Хотя это все есть в девушке. Есть еще один момент. Вы два не очень доверяющих или, скажем так, слишком осторожных человека, и вы можете, к сожалению, эмоционально ковырять друг друга. Вас объединяют такие качества, как целеустремленность, профессионализм и даже мастерство. А вот что разъединяет, опять-таки, но, Дим, это именно ваша проблема. Вы будете ревновать Аню даже к детям. Вот настолько эта женщина может, как бы, выкладываться в своей любви к какому-то делу, чем она занимается, да? А вам не будет ее хватать. Здесь будет, правда, разыгрываться драма. И как бы Аня, как Юла, не крутилась вокруг вас, вам всегда будет казаться, что ее для вас мало. Я хочу, чтобы у меня было с мужчиной, понимаешь, легко. Как бы, да, ты думаешь о каких-то проблемах, но легко и решать. Знаете, вот эти мысли о фаер-шоу, да, на самом деле, их нужно реализовать, Ань. Но если вы хотите фаер-шоу, то только тогда не с Дмитрием. Потому что я абсолютно уверена, что это мужчина, которому рядом женщина вот с такими, не то что экстремальными, такими, может быть, по его мнению, какими-то шальными мыслями, но это уже не серьезный человек. Я не говорю, что вы не серьезны, просто не для Дмитрия. А в нашей студенте шло время знакомиться со второй невестой, которую зовут Александра. Александра, 32 роки. Друзі Александры жартуют, что вона коллекционирует обручки. Але ця коллекция не приносит ей втихи, адже через разные обставины обидва веселля девчины довелося скасувати напередодні церемонии. Від сумму Саша рятувалася на работе. Вона працює менеджером із продажу у великій компанії. З дитинства веде активний спосіб життя. Не уявляє дозвілля безросійського бильярду, картингів, стрибків з парашутом та акваспорту. У майбутньому мріє відкрити салон краси. Пам'ятаючи про дві невдалі спроби вийти заміж, дівчина сподівається, що втретє їй обов'язково пощастить. Олександра вірить, що чоловіком, який стане з нею невесільний рушник, буде саме Дмитро. На вопрос, без чого ви не представляєте свою жизнь, корейська Александра смело дає один ответ, без работы. Хотя, быть может, после сегодняшней встречи, Александра, посмотрев на вас, скажет, я не мыслю в своей жизни без вас, Дмитрий. Ідите, знайоміться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет. Приятного познакомусь. О, я глянула на нём. Коварная женщина. Дуже впавлено всім. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, своїх садов. Мой сотрудник Александр. И моя подруга Юля. Очень приятно. Дмитрий, первое впечатление от невесты. Знояна дівушка. Да, с очень потрясающе глубокими глазами. Которое блістає жизнелюбіемо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дівшка блістає, що жизнелюбіемо. Що ви можете сказати на нашому женихі? Да. Мене засмущало. Такі глаза. Ммм, почти любовь. Да. Не верю я її словам. Не верю. Отношения с вашим любимым мужчиной были практически идеальными. Да? Да. Некое время гражданского брака, да? Да. Год практически, да? Полтора практически, да. Полтора года поступает от молодого человека предложение. Да. Вы счастливы? Да. Да, с какой-то поры. Вот. Пока... Ну, то есть я знала, что у него есть дети, я знала, что их двое. Я знала, что они живут с мамой. Да. И буквально, ну, практически перезвадьба за месяц мне говорят, что эти дети будут жить с нами. Вот. Для меня, ну, поймите меня правильно, это чужие люди. Так, детей не любят. Все замечательно, но я понимала, что мы просто не уживемся. Причем младший сын, как бы, даже распускал руки на меня, и это было очень неприятно. А сколько же сыну было лет? Всего, ну, всего 7 лет, но ребенок уже мог себе позволить поднять руку на сестру, на меня. К сожалению, это не мои дети, я это понимаю, и меня никто не готовил к тому, что я стану мамой чужим. Да. Ну, и с другой стороны, это очень правильно, что вы проговариваете это, о том, что вы говорите, я не готова, и это... Спасибо вам за правду, да, и я считаю, что никто не бросит камень в ваш огород. Угу. Он уже задумался, потому что глаза так забегали. Ну, потому что она села, и она сразу начала кокетничать. Да, да, да. Да, да, да. Согласна, ну, классно. Ну, ненадолго. Саша, в общем, вы отказались от этого мужчины, да? Прошло время, и на вашу душу был вылет елей, скажем так, да? Потому что, как часто бывает, когда в жизни человек находится рядом, ты не обращаешь на него внимания. Вдруг в какой-то момент случается то, что называется химия, да, и ты понимаешь, так вот же он. Мы очень долго дружили, дружили лет шесть с молодым человеком. Да, были просто дружеские отношения, абсолютно ничего не подразумевающее под собой. Я приезжала там в другое место, мне нужно было там чего-то отремонтировать, и как бы, как друга я его пригласила, как бы, ну, сможешь мне помочь? Смогу. Вот. И как-то так, после этого он совершенно не захотел уходить от меня. Да, конечно. Мы тебе верим. После твоих кокетничеств за первые секунды. Да. Какие-то недопонимания, скажем так, в семье, вот вдруг как-то происходить. Какие? В связи с кризисом, который стукнул, я дальше пошла развиваться, то есть все равно у меня как-то шла карьера. Шел рост, личностный рост, карьерный рост, я начала увлекаться всякими вещами, то есть как бы, чего-то интересного. А он, наоборот, затормозился, вот. И когда ему там убрали зарплату, как бы, и так далее, и тому подобное, я говорю, давай чего-то сделать. Моя подруга быстрее перевела его резюме, чем мое переводила на английский язык, вот, и, ну, для того, чтобы мы нашли работу. Каждый день сидели там, искали работу, все. А он и не хотел менять. Вот просто не хотел никуда двигаться. Я всегда обвиняю женщин в этом. Понимаете, в чем дело? Зачем ваша подруга должна была переводить это резюме? Зачем нужно было с ним сидеть у компьютера? Поставила задачу и сказала. Сделал это, сделал это и сделал это. И так в течение всего времени. А так, конечно, почувствовал, я просто прошла все, почувствовал, что, о, да, она прекрасная, да, она великолепная. Если вдруг что-то со мной не так, она будет все так, понимаете, в чем дело? Поэтому здесь мы, женщины, очень виноваты. Но в результате просто мы получаем иждивенцев или нахлебников всего лишь. Ну, не могу так сказать, он не был таким, он старался что-то, но все равно вот как-то затормозился на одном месте и не двигается никуда. В конце концов, нашел действительно девушку, ушел от меня в более обеспеченной девушке еще. А вы мне говорите, что он не нахлебник. Ну, почему спорите? Я говорю, я говорю так, как это есть, вы потом говорите немножко не так, рассказывайте мне то же самое, только другими словами подлиннее, да. И все равно мы приходим к этому этому же знаменателю. А вы знаете почему? Потому что, ну как это, я же его выбрала, я же не могу сказать, что я выбрала что-то плохое. Мне кажется, что она более жестче. Она ему сделает так. И все. А потом сделает по-своему. И сделает так. Она кошка. Да. Хищница. Да, она, да. Есть у вас вопросы к нашей невесте? Что вы цените в мужчине? Что для вас самое главное? Должен быть в первую очередь защитник. То есть, я хочу стать маленькой, невидимой. И чтобы у меня вот так вот можно было вот так вот прилечь и сказать, боже, как хорошо. Так, закаривайся. Так, закаривайся. Так, для этого она должна позволить мужчине сделать это. Правда? Сюрприз приготовили? Конечно. Да, что это за сюрприз? Ну, я думаю, Дима как профессионал это оценит. Угу. То есть мне даже не захотели отвечать? А, вы, Дима, пусть оценивают. Ну, пусть оценивают Дима, пойдемте. Профессиональная деятельность. Видишь, она была в курсе, осведомлена. Так, ну что, примеряй. Можно сесть, да? Естественно. Спасибо. А ну-ка, удобно? Да, даже очень. Держи. Массажик. Сейчас отрешиваться. Саш, ну, и подарок оригинальный, и вы, конечно, более чем оригинальный. Единственный совет, не мельтешите внутри себя. Есть такое. Поэтому здесь нужно работать над собой. Это не минус. Это просто, ну, совет, скажем так. Хорошо? Спасибо. А так, все хорошо. Спасибо, Оксана, большое. Всего доброго. Пока проходите свою комнату, можно встретиться в конце этой программы. А теперь, Лайсен, осталась твоя очередь. Меня вот так вот трусила. Оксана думает, что это мельтешение. На самом деле, я просто волнуюсь. Уважаемый Слав, что вы можете сказать о нашей второй невесте после общения с ней? Ну, что я могу сказать? Могу сказать, что веселая девушка, интересная, общительная. Ну, в принципе, девушка мне очень понравилась. Дим, что вы можете сказать об Александре? Саша, я могу сказать, добавить к Роминым словам, то, что действительно девочка, девушка, извините, харизматичная. О том, что достаточно яркая личность. О том, что будет интересно пообщаться. Вот так вот. О, видишь? До пять. Дим, для вас очень важно, что эта женщина поддается воспитанию. Воспитание при этом не теряет свою индивидуальность. Здесь простые радости и простые сложности. Здесь, правда, все по-человечески, абсолютно. Вам будет очень легко в паре. Вот, просто нужно помнить, что все-таки Саша по знаку Зодиака, Телец, и есть определенная доля упрямства, которая будет всегда проявляться. Второй момент. Саша не умеет останавливаться, и просто здесь вам нужно будет научить эту женщину останавливаться, особенно в том, что она делает за компанию. Ой, скажу по себе, что для раков как раз и нужна вот такая движущая сила. А в целом, это, правда, именно легкость в общении, и это тот язык, ваш язык, которого вам иногда не хватает. Говорите этой женщине почаще комплимент, она вам будет благодарна и будет учиться у вас многому. Спасибо. Анна. Герня Александра, знаете, вот такой образ, буря в стакане воды. Вот когда эмоций очень много, и по поводу, и без повода. А вот когда человек чересчур эмоционален и не справляется со своими эмоциями, то интеллигентно ли это? Вот у меня большой вопрос. Я эмоционально, да? Ну, меня просто волновала. Ну что ж, а в нашей студии пришло время познакомиться с третьей невестой, которую зовут Леся. Леся, 30 роков. Обожнюет оперу та балет. Дмитро сдався Леси щирым та целоспрямованным. Вона сподівається, что незабаром здійснить його найзаповіднішу мрію, подарує счастья батьківства. Леся можно сравнить с северным сиянием, редким, ярким, искрометным явлением, возникающим при определенных погодных условиях. А вот возникли сияния в глазах у Дмитрия после встречи с нею. Мы узнаем прямо сейчас. Идите, Дима, знакомьтесь. Дима, знакомьтесь. Это Светлана и Алина, мои подруги. Очень приятно. Дмитрий, ваше первое впечатление? Эффектная блондинка. Спасибо. Да, с очень обворожительной улыбкой. Засмущали меня. Спасибо. Ой, засмущавшаяся невеста. Что вы можете сказать о своем первом впечатлении? Мужественный мужчина и счастливый мужчина. Глаза горят. Это правильно видно. Знаете, вы работаете библиотекарем, да? Да. Но ваши подруги в один голос говорят, немедленно меняй профессию, вместо работы меняй, да? Потому что это все отражается на твоей личной жизни. Что они имеют в виду? Женский коллектив. И это самое основное. И все время, с утра до вечера, да, мы находимся на работе. И как бы не... Ну, с кем? Женщины? С женщинами, да. Да, вот поэтому они говорят, что меняя работу, будет больше шансов познакомиться с мужчинами. И тем не менее, шанс выйти замуж. Это то начитанное, понимаешь? Нет, просто она тяжелая. Она какие-то движения. Конечно. Своего тогда будущего, сейчас уже бывшего возлюбленного, вы встретили, увы, не в библиотеке, да? Вернее, даже сначала не встретили, а услышали его голос, да? Чем он вас так поразил? И вообще, расскажите, где, как и при каких обстоятельствах. Для меня было такое первое знакомство в моей жизни по телефону. То есть человек ошибся номером и говорит, что так как у вас приятный голос, девушка, я не против с вами познакомиться. Как вы на это смотрите? Ну, я тоже такой человек вообще. И, конечно, даже не в библиотеке. Это окончительный, я не против с вами. Вот это мне повезло. Вот тот, знаете, ореол, который возник где-то от голосового ощущения, да? И потом визуальный контакт, разочарования не было, да? Нет, нет. Достаточно интересный человек, интеллигентный, умный. Это для меня важные такие вот критерии, да, в выборе, так скажем, мужчины. Но впоследствии, когда мы стали уже ближе узнать друг друга, вот встречаться, общаться, я поняла, что он как-то давит на меня психологически. Причем давайте сделаем маленькую сносочку. Он был младше вас на пять лет. На пять лет, да, да. И он, ну, в любом случае, все равно он оставался не учеником, а учителем, да? Он начал поучать вас жизни. Да, он сказал, что я чересчур наивная, чересчур добрая, чересчур искренняя. Ну, не знаю, мне как бы было скучно. Одной начатанности, мне кажется, это мало. Вот как-то я думала, что это уже недостатки, какие-то комплексы уже начали развиваться во мне. То есть вы подумали, как же это быть неумной, как же это быть неоткровенной, да? Срочно вредные привычки, заходим, да, перестаем читать. Мне надо было сказать, что надо быть жестче, надо быть такой, настройчивой. Словарь, нецензурной лексики, пожалуйста, да? Это нет, но вот как бы жестче надо быть. И в библиотеке ускорбает посиделки. Ну, я говорю, я такая, меня родители такую воспитали, и то есть я благодарна, что я такая вот есть. Я не хочу меняться, но это у меня, я со временем поняла, что мне очень сложно с ним общаться. Ну, может быть, для семьи, для уюта, как раз такая библиотека хорошая. Слышная, ну да. Серая мышь. Мне хотелось уже, да, строить какие-то отношения серьезные, потому что до этого у меня не было серьезных отношений, и опыта вообще семейной жизни как бы не было. Поэтому я готова была на тот момент. А он? Он сказал, что он не готов ни жениться, ни тем более для семьи. И он, в общем, мне признался, что кроме меня... Угу. Там еще... Да. В общем, он сейчас наслаждается жизнью, так скажем. Ну, позитивно. Есть ли у вас вопросы к нашему жениху? Да, есть вопросы. Я хотела бы спросить у Дмитрия, какую бы хотели бы видеть будущую супругу? Домохозяйку или активную работающую женщину? Современная женщина на сегодняшний день, к счастью или к сожалению, не умеет судить, умеет успевать и то, и другое. Помогать ей, я согласен, создавать уют дома. Если, как вы выразились, быть домохозяйкой, ей позволит развиваться, понимать меня, то есть создавать желание мое приходить домой и общаться с человеком, делиться всем тем, чем мне хочется поделиться, тогда пусть будет домохозяйкой. Мне он тоже очень понравился. Будет грустно, если что. По-моему, все равно он должен сделать свое дело. Лесечка, скажите, пожалуйста, какой сюрприз приготовили? Это двойной подарок. Можно так вот выразиться и предлагаю посмотреть. Не два в одном, а двойной. Двойной подарок, да. Пойдемте. Мне кажется, что он так количеством, да? Дмитрий, хотела для вас провести тест. Это для того, чтобы я узнала вас получше. Перед вами четыре изображения. Пожалуйста, выберите одно изображение, которое сейчас более вам понравилось. Отлично. Подожди, он уравновешенный, спокойный, ему наоборот нужен антипод. Я узнаю о вас. Вот так. Изображение, покрытое зеленью горы, всегда можешь подобрать нужные слова, чтобы выразить то, что чувствуешь. Какой глубокомысленный. Теперь я хочу еще дать возможность, Дмитрий, вам узнать меня получше. Значит, такое вот приглашение в национальную оперу Украины. Если вы выберете меня, то мы вместе сходим на оперу «Кармен», и наше такое будет романтическое свидание, мы друг друга узнаем получше. Прям шантаж. Ну, слушай. Вы какая-то необыкновенная. Вы не здешняя. Понимаете? Да, я не могу сказать, что вы инопланетянка. Но вот эта чистота всеми нами забытая, слава Богу, она сегодня воплотит. Так что пока идите в свою комнату, мы увидимся в конце нашей программы. Ай, молодца. Сипа, митая, что ты у нас очень добрая и позитивная. Уважаемый Свар, что вы можете сказать о нашей третьей невесте по сообщению с ней? Третья невеста мне очень понравилась. Очень. То есть действительно неординарная девушка. Очень интеллектуальная. Ну и очень хорошо, что такие еще девушки есть действительно в нашей жизни. Очень понравилась. Вот видишь, это нервничает. Чисто. Всем прекрасно, да. Зеркально чисто. Скажу, что девушка действительно необычная, приятная в общении. Достаточно симпатичная. Спасибо, Дмитрий, что вы ответили. Я немного о необычности. Вот Леся – это любимая дочка. Да, и советую, и предлагаю всем папам любить своих дочерей. Тогда женщины будут излучать радость, а не бороться за эмансипацию. Вот эта любимая дочка – это удивительная чувственная жена. Очень орачительная и рациональная в своем, как бы, роде. Дева по знаку зодиака умеет прислушиваться, умеет делать свои собственные выводы и имеет свое мнение, несмотря ни на что. К подругам можно сказать, что это правда. Совет Леси. Чуть-чуть меньше пуританства, я имею в виду в сексуальных вопросах, потому что рак, а у Леси, кстати, луна тоже находится в раке, это удивительно чувственные знаки в плане сексуальности. Вот меньше пуританства, зеленый свет, и тогда, правда, тихая гавань, закрытая крепость, но та крепость, в которой всего очень много. Спасибо. Спасибо. Больше всего я переживаю, чтобы вы в мужчине, в которого вы влюбитесь, не начали растворяться, потому что вы настолько открытая, да, конечно, любовь, это чувство, оно должно поглощать, но если вы растворитесь в мужчине и забудете о себе на какой-то момент, вас просто могут растоптать. Спасибо. Учту советы. Гарная парада. Ну что ж, Дмитрий, вы уже познакомились со всеми невестами. Согласитесь с прекрасными невестами, я напоминаю их имена, это Анна, Александра и Леся. Пришло время выбора, и уж простите, сразу не скажу вам свое сакраментальное, выбирайте, потому что очень хочу услышать нашего сфата философа. Я посоветую вариант три. Я вижу, что это девушка, которая реальным может стать спутницей для Дмитрия. Мы же в Бубминигерской конторе, что ли, вариант три. Третью невесту. Третья невеста, да. Спасибо, что мы нас сомневались. С вами такой хороший, попался мой друг. Вы знаете, я тоже за Лесю сегодня, потому что именно в ее фразах услышала степень готовности, то, что очень важно для семьи, то, что важно для вас. Но, Дим, я хочу вам напомнить о шахматной партии, о том, что вы король, да, и о том, чтобы Леся никогда в вашей жизни не становилась слугой. Просто есть вариант того, что это может произойти, вы просто себя перестанете уважать. Это слова как раз для человека, чтобы он ценовал и любил. Уж очень вы педантичный, и, знаете, шаг в лево, шаг в право, попытка к бегству расстрел. Поэтому, мне кажется, что Леся вот та женщина, которая сможет вас сделать более чувственным мужчиной. Я сегодня за третью невесту. У нас Леси чувственная. Можем вообще за меня все трое. Буду, может быть, немножечко резко, но, честно могу сказать, вы такой еще тот фрукт. У вас эго гипертрофированное. И, исходя из этого, я ни в коей мере вам не посоветую ни Аню, ни Лесю, которые являются прекрасными девушками, тонкими, милыми, романтичными. Но им нужны именно такие же тонкие мужчины. Она вас жалеет, щадит. Я сегодня вам посоветую Александру. Она как раз-таки вас может поставить на место и сказать, дорогой мой, твоя корона чугунная, и она тянет тебя вниз. А я, королева, люби меня, потому что ты мой вассал. Все. И, видишь, заулыбался сразу. Точно. Он с ней согласен. Ну что ж, пока наш непростой жених будет делать свой непростой выбор, я предлагаю всем нам вспомнить, каким же он пристал в начале этой программы перед всеми нами. Дмитро. Не уявляет жодного ранку без пробежки, а жодної п'ятниці без лазни. Дмитро мріє зустріти цілеспрямовану девчину, яка буде эталоном жіночності і берегиною домашнього затяжку. А також нарешті подарую я йому омрієну радість батьківства. АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО